В сегодняшнем докладе я хотел посвятить сравнению того, как понимает бытие Хайдегер и гений. Своё сравнение я буду строить на основе работы Хайдегера. Что такое метафизика? Это такая маленькая статья, в котором Хайдегер очень ярко описывает то, как он понимает метафизику и как он понимает, что такое бытие. Для того, чтобы привести философию Хайдегера и Гигеля на некое общее основание, давайте сначала разберемся в структуре того, как устроен мир. Точнее, как устроен не сам мир, которым занимаются отдельные ноги, а как устроено отношение человека и мира. То есть, как устроено познавательное отношение или вообще отношение. Потому что Хайдегер отношение человека и мира расширяет. Для него важно не только как для Гигеля познавательное отношение. Ведь классическая философия занималась собственно обоснованием того, что такое знание. И поэтому в взаимоотношении человека и мира для них было важно прежде всего в том аспекте, в котором понимается, что такое знание. Недаром Фихте строил свою философию как науку учения, а Гигель строил свою философию как систему наук. Но некоторая общая почва, поскольку мы живем в одном и том же мире, и структура отношения мира и нашего бытия в мире сохраняется. Есть некая единая почва, единая основа, благодаря которой мы можем сравнить две выдающиеся философии. Философию Гегеля и философию Хайдегера. Из этого сравнения будет просто ясно, на самом деле, каким образом происходит философия Хайдегера смещение. Что же, собственно, произошло. Почему есть такой переход. Почему мы говорим о том, что классическая философия наследует постклассической философии. Для этого обратимся к некой схеме. Иначе мы, как говорится, эту реку не переплывем. Поэтому нам нужно будет придерживаться некой воображаемой пространственной отношении. Я сейчас его буду рисовать и объяснять. Вот что у нас такое взаимоотношение человека и мира. В чем это представляется? Ну, понятное дело, что согласно Хайдегеру человеческое присутствие находится внутри мира. Это как бы бытие в мире. Ну, мне тут трудно будет рисовать бытие в мире. Хотя, наверное, можно будет рисовать. Но давайте будем рисовать как бытие в мире. Вот что такое бытие в мире. Вот белая доска – это мир. И вот есть границы. Границы нашего присутствия. Вот есть присутствие. Присутствие, оно находится как бытие в мире. И, собственно, мир находится за пределами присутствия. Здесь эта граница нужна нам для того, чтобы все-таки наметить различие бытия и сущего. Потому что исходное различие, на котором Хайдегер педалирует, это есть различие бытия и сущего. Это различие бытия и сущего исходит из некого сущностного понимания того, что такое присутствует. И мы сейчас будем с этим разбираться. Тут еще следует заметить следующую вещь. У Хайдегера очень не то что плавающие термины, а скорее как бы очень метафорические термины. Но метафора, она искажает, она не то что смысл искажает даже, она скорее его затемняет. Поэтому я буду стараться рассказывать о сравнении философии Гиделя и Хайдегера, как я ее сейчас понимаю. Естественно, может быть, мое понимание, оно не во всех аспектах будет адекватно. Это некое первое вбрасывание для того, чтобы разобраться с Хайдегером. Хайдегер не настолько простой философ, чтобы можно было с первого подхода сразу же во всем разобраться. Но у меня уже есть некое видение, и вот я это видение сейчас хочу рассказать. Так что, возможно, в моих терминах будет некоторая неточность. Ну, неизбежно связанная с тем, что философия Хайдегера – это обширная вещь, а я как бы занимался некоторым ее аспектом. И попытался просто встать между Хайдегером и Гегелем и понять, на самом деле, в чем состоит их разница. Поэтому, может быть, в моих терминах будет некая натяжка, но как бы надо простить ее пока сейчас. Иначе, я ему просто говорю, никогда не продвинемся к пониманию. Я потом, у меня есть еще какие-то по поводу Хайдегера некие доклады, да, я потом, как бы, в будущем тоже их сделаю, как бы, да, и по мере хода и развития мысли по поводу философии Хайдегера, я думаю, выстроится философия Хайдегера так, как она есть. Но я на это надеюсь. Давайте еще раз. Вот есть присутствие, да, оно погружено в мир, оно брошенное, да, что называется. Мир, как бы, огромный, как бы, а присутствие есть в бытии и в мире, да. И это присутствие, оно направлено на мир, да. Мир, ну, для того, чтобы нам сейчас, как бы, сделать некий вброс, как бы, мы же хотим поставить философию Хайдегера и Гигель на одно основание, нам нужно ввести субъект-объектное различие, которое, как бы, с точки зрения Хайдегера является ложным, да. Но я говорю сейчас, вот есть некие условности, да, иначе, я говорю, мы не сможем сравнить две философии, если не войдем в некие условности. Вот есть некие условности, да. Что такое описание в присутствии, как бы, те обмели с точки зрения классической философии, с точки зрения Гигеля, да. С точки зрения Гигеля это означает, что есть некий субъект, да. Этот субъект мы обозначим внутри присутствия, потому что субъект, это не, это, можно было бы сказать, что присутствие полностью сведено к субъекту, но мы этого не знаем, поэтому мы рисуем так. Вот субъект это вот нечто, что внутри присутствия. И этот субъект соотносится с объектом. Вот тут где-то находятся объекты. Почему я рисую так объект? Где находится объект? Объект находится на границе присутствия. Дело в том, что вот эта граница, граница, которая требуется для того, чтобы показать, в чем состоит философия классическая. Потому что классическая философия говорит о том, что субъект отличает себя от объекта. Собственно, вот это вот субъект-объектное различие, оно существенно для классической философии. Почему оно существенно? Потому что мы понимаем, что мы отличаемся от объектов, что мы отличаемся от сущих. Но эти объекты в терминах присутствия есть сущие, некие сущие. И, собственно, субъект усматривает в сущем и различает сущие и бытие. Вот есть некое сущие, а есть его бытие. И вот сразу становится вопросом, как нарисовать, что такое бытие сущего. Вроде бы, с точки зрения классической философии, это не так просто. Потому что для Гегеля бытие есть нечто, что находится внутри субъекта-объектного отношения. Бытие есть как бы... Но, поскольку объекты отличаются от субъекта, то бытие должно быть неким аспектом объектов, неким аспектом сущих. Но что такое сущие? Сущие это есть дано в некой определенности. Сущие, оно как бы находится, условно говоря, вокруг, на границе и присутствует. Вся определенность мира, которую мы наблюдаем, это есть сущие. А бытие есть нечто, что мы не можем наблюдать. То, что не дано, чувствуем. То, что не дано. Но, тем не менее, бытие как бы есть. Где находится бытие? С точки зрения классической философии, бытие есть потустороннее сущие. Вот, дело в том, что для нас, для нас, для нас, собственно, объекты и сущие есть вот эта вот граница. Вот, весь мир как бы находится вот в этой тонкой, тонкой, тонкой границе. Граница вокруг, которая отделяет субъекта от потустороннего. Что такое граница? Эта граница и составляет тело, метафизическое тело. Метафизическое тело – это деятельность нашего тела, деятельность наших органов чувств, лучше сказать, да, по восприятию мира. Вот, мир воспринимает субъект, но субъект воспринимает мир через метафизическое тело, то есть он поступает через некий способ, через некую деятельность данности мира. И эта вот деятельность опосредует, собственно, сам субъект и мир как он есть. Вот, это исходный тезис Канта, да, существуют явления, а существуют вещи сами по себе. Так вот эти вот вещи сами по себе – это есть некое потустороннее, потустороннее той картины мира, которую мы видим, да, вот потустороннее вот этой вот оболочки, в которой мы располагаемся. Вот этот вот круг, который я нарисовал, это как бы вот шарик такой, да, вот этот шарик присутствует, он присутствует в мире, и мы видим только то, что находится на поверхности этого шара, да. А то, что находится потустороннее, мы не видим, и поэтому оно нам никак не дано. И вот это вот потустороннее, да, вот это и есть место бытия. Дело в том, что для классической философии очень важно было обозначить, что есть некое в себе, да, некое в себе, ну, или в тереминах Канта, там, вещи сами по себе, да. Ну, мы как бы не будем сейчас обсуждать вещи сами по себе, потому что это постановка вопроса сама еще требует дополнительных разговоров. Поэтому мы просто будем говорить о том, что есть некий момент в себе. То есть сущие, у них есть момент в себе, а есть момент для нас. Так вот, вот эта вот граница, о которой я говорю, это момент для нас. То есть момент для субъекта, или момент для сознания. В себе вступает в отношения с человеком, да, и как бы благодаря опосредованию нашего отношения с миром, метафизическим телом, мы получаем вот картину мира, которая выглядит вот некий, вот этот шар весь, и есть картина мира, которую мы видим. Вот мы находимся в мире и обозреваем его. Вот, и все, что мы вокруг себя видим, вот это картина мира. И в этой картине мира мы видим отдельные сущие. Где находится бытие? Да, бытие, ведь бытие в классической философии не понимается как бытие сущего, а бытие понимается как бытие, как потусторонняя картина мира. Бытие находится не в самом субъекте, а бытие находится в мире. То есть, ну, это бытие не дано чувственно, оно только премысливается, оно мыслится. И вот бытие, точнее лучше говорить быть, да, быть находится потусторонним, потусторонним самой картины мира. У нас есть картина мира, есть ее потустороннее, это быть. Иначе можно было бы сказать, что это трансценденция, да, вот как бы вот некое быть есть, да. И есть субъект, у субъекта есть собственное быть, некое собственное быть, да, другое. Вот Хади, а теперь опять возвращаемся к Хади. Какое, собственно, у этого быть, у субъекта есть собственное быть? Это экзистенция. То есть, субъект, существует тем способом, что он экзистирует, да. У нас получается, что весь мир распался на две сферы. Первая, это сфера экзистенции, да, там, где связанность с субъектом, вот эта внутренняя сфера. Субъекту доступна только вот эта вот граница, как-то шарик, да, картина мира, да, и все, что находится внутри. Причем доступ к внутреннему тоже не так прост, ну, как бы мы его пока не обсуждаем. Вот это вот, собственно, сфера субъекта. Сфера мира, она простирается дальше. И в этой сфере мира, эта сфера мира существует в виде многообразия сущих, или там, многообразия объектов, про которые мы говорим быть. То есть, про которые мы говорим, что они, про бытие которого мы и спрашиваем. Собственно, какое бытие опрашивается? Какое бытие ищется, да? Вот ищется бытие сущих. С точки... Ну, вот почему быть относится, собственно, к потустороннему? Потому что, согласно классической философии Гейгель, да, быть — это мысль. Потому что мы не находим быть чувственно воспринимаемой данности, да? Ну, это быть не есть нечто, что дано. То есть, быть не является что-то, что называется четверностью, да, или не является то, что называется сущим. Быть есть нечто, что как бы добавляется к сущему. И эта добавка, возможно, к этой добавке, и эта добавка к сущему, к определенности, она удерживается только мыслью о том, что есть. Вот мысль о том, что есть, как бы она удерживается... Она примысливается к сущему, и поэтому сущие, как бы, отличается от своего бытия, да? Мы говорим, что сущие есть, да? Мы различаем, собственно, так вот... Мы различаем, собственно, быть определенным и просто быть. Мы это различаем. Ну, у Гегеля мысль, это быть является мыслью. Если продолжать Гегелевский код, то получается, что поскольку потустороннее является быть, и быть является мыслью, то тем самым, во-первых, мы получаем сразу же то же событие и мышление, да? Почему бытие и мышление одно и то же? Ну, потому что потустороннее быть является, собственно, мыслью, и является тем вместилищем, куда относятся истина и сущность. Истина и сущность, согласно Гегелев, есть нечто, что только мыслим, да? Истины, что мы вот здесь вот на поверхности вот эту вот чувственно воспринимаемую данность. Вот это чувственно воспринимаемая данность, и истина и сущность находятся в мысли потустороннем, поскольку как бы мы... Ведь мы же говорим, мы же пытаемся познавать сам мир, да? И поэтому мы все, что мы в мысли промысливаем про сущий, про мир, да, мы относим к самому миру. Поэтому содержание мира, да, оно находится как бы в потустороннем самого мира, да? То есть вот в потустороннем этой сфере, вот как бы вот здесь, да? Как бы в транседентном. Скажем так, то, что является для нас транседентным. На самом деле мы туда, мы как бы мыслим так, наше мышление, естественно, как бы можно было бы сказать, что ведь тоже события мышления не означает то, что вот когда мы мыслим о мире, то наше мышление о мире не есть какое-то произвольное мышление, если оно научное, да? А есть мышление о самой сущности и истине мира. То есть то, что мы мыслим, оно относится к самому миру. Содержание нашего мышления есть содержание самого мира. И поэтому как бы оно, можно так вот рассуждать, и у Гигель это рассуждение есть, да? Что оно находится как бы в потустороннем, да? Вот как бы вот то место, которое занимает вещи в себе, или то место, которое мы говорим в себе, или то, или транседенция, но транседенция просто это некий еще другой ход, пока я как бы это слово не буду употреблять, да? Это и есть то место, как бы в котором находятся истинные сущности. И поэтому не так получается, что мы придумываем, как бы мир мог выглядеть, да? Исходя из того, что мы можем о нем помыслить. А мы на самом деле постигаем истинную сущность самого мира. Почему? Потому что в бытие есть нечто, что находится в самих сущих, ну, в самом мире, да? Ну, каким образом оно находится? Оно находится как в потустороннем вот этой вот оболочке. Теперь встанем мы на точку зрения Хадиги. С точки зрения Хадиггера, бытие есть экзистенция. Вот в работе «Что такое метафизика?» Он описывает опыт ничто, да? Ну, и опыт бытия. Для него бытие, это бытие или, например, ничто, есть некое переживание. Для Гегеля быть-быть, это была некая мысль. Для Хадиггера быть-быть-быть-быть-быть-быть-быть-быть. Это некое переживание. И ничто. Тоже некое переживание. Точнее, было бы правильнее сказать, что они даются через переживание. Вот он написывает, что так вот даются, а ничто. Скорее как, давайте сначала, как дается быть. Быть дается, допустим, в неком целостном переживании, тоски. Когда сущие, все сущие берутся как некое целое. Мир берется как мир, как целое. И вот когда мир берется как мир, как целое, то и проступает в бытие. И оно переживается в том смысле, что он либо в тоске, либо в какой-то радости, в особых состояниях. А как переживать с ничто? А ничто переживается вот в ужасе. Опять же, это некое переживание. То есть, еще раз говорю, вот для Гегеля быть-это некая мысль, потому что мы внутри чувствно воспринимаемые данности, мы не находим быть. Быть мы-то не находим. Мы быть находим только в мысли. А где? Но ведь Гегель хочет мысль разместить в самом суще. Каким образом он может разместить в самом суще? Только так сказав о том, что это быть расположено по тустороннему. То есть, вот здесь, когда есть наша сфера, сфера субъективности. Вот это сфера субъективности, если так можно выразиться. Сфера субъективности. А это как бы объективность. Гегель хочет, чтобы быть располагалось в объективности, чтобы из объективности было понятно, что такое быть. Причем, это не только касается быть. Ведь знание же стремится к тому, чтобы познать истинную сущность самого мира, самого сущего. А не истину и сущность, как мы могли бы их придумать. То есть, этим занимается наука. Что наука? Звену-ка ищет как бы истинную сущность самого мира. Я сейчас не обсуждаю вопрос о том, что такое истина. Пока мы двигаемся в терминах Гегеля. Мы говорим о том, что истинная сущность – это некие понятия. И они могут быть только понятиями. И раскопали понятия, они находятся только в мысле. Понятиям негде больше быть, кроме как мысли. Поэтому истинная сущность содержится в самом мире. А где оно содержится? Как я еще раз сказал. По ту сторону. У Хадигера быть есть переживание. Экзистенция – это и есть бытие. Но теперь возникает вопрос, на самом деле. А бытие сущего, вот это бытие, которое относится к сущему, как соотносится с экзистенцией? Например, для классической философии они тоже понимали, что субъект, что человеческое бытие и бытие сущих, то, что у Хадигера называется «неприсутствие размерных сущих», это разное. Но они не выделяли это в отдельные сферы. То есть они не ставили между ними непроходимой границы. Можно даже было сказать так, что они различали это те искусства, что есть сфера субъективности, а вот есть сфера объективности. Но если мы теперь говорим о том, что бытие, согласно Хадигеру, есть переживание, дается через переживание, дается через некое проживание, в неком опыте дается. Он, наверное, этот опыт называет. Строит такие аналогии, как сатарь, инициатический какой-то опыт. То есть, иначе говоря, это нечто, что не является мыслью, а есть нечто, что является феноменологическим опытом неким. Это является прежде всего опытом не мыслью, а опытом. То есть опытом переживания. То возникает необходимость соотнесения экзистенции и бытия. И у Хадигера вообще все сущие разбилось на две сферы. На сферу экзистенции, сферу присутствия, и на сферу остального сущего, которое называется неприсутствие размерных сущих. Эта сфера неприсутствие размерных сущих или вещей, она рассматривается под категориями. Под категориями она рассматривается в классической философии. А как бы экзистенция рассматривается под экзистенциалами. Вот у нас такая уже сложная картинка получилась. Важно понять здесь, что у Хадиги получилось два бытия. Два бытия. Первое бытие – это экзистенция, а второе бытие – это бытие сущего. Теперь и вся проблематика состоит в том, как соотнесены два бытия. Для того, чтобы было нагляднее, это второе бытие, хотя это бытие является полностью все потусторонне. Но я нарисую его здесь кружков, чтобы понять, что он соотносится. Это бытие является просто быть, быть сущего, а это бытие является экзистенциалом. Вот есть у нас теперь такая пара. быть как сущих и быть как экзистенциал. Важно, теперь мы подошли к моменту сравнения, я просто нарисовал только схему, к моменту сравнения гегелевской и Хадигиевской философии. Согласно гегелю, быть является мыслью. Почему? Потому что быть расположено здесь, потусторонне. Вот гегель бытие располагает здесь, потусторонне. И поэтому, поскольку оно расположено здесь, то бытие никак не может быть обнаружено, кроме как мысливо. То есть бытие премысливо и цело. А согласно Хадигеру, бытие на самом деле расположено в экзистенции. И причем непонятно статус этого быть, быть сущего. Дело в том, что поскольку в этом бытие только проживается, то, а проживание у нас всегда одно, то получается, что быть сущим и экзистенция – это одно и то же. То есть у Хадигера получается, что возможно, что быть, какая-то качественная гипотеза, и экзистенция – быть сущим. Вот так надо писать. И экзистенция – быть присутствием – это одно и то же. Если это так, если быть сущим и быть присутствием – это у Хадигера одно и то же, то тогда разница между Гегелем и Хадигером состоит только в понимании того, что такое бытие. Либо бытие мы размещаем в самом сущем и говорим о том, что, конечно же, бытие субъекта, бытие присутствия отличается от бытия сущих. Гегель точно так же и Хадигер это понимает, он просто на этом не акцентируется. Почему он на этом не акцентируется? Потому что у него субъект, которого он исследует, является субъектом науки. И он исследует, собственно, что представляет собой знание. Поэтому он отбрасывает все, что касается неких, как бы единичных, неких случайных черт познающих. Что является случайными чертами познающими? Это все, что касается переживаний. Если вы вспомните феноменологию духа, то там сразу же в чувственной достоверности Хадигер полностью расправляется с эмпирическими, не единичными субъектами и сразу же переходит к все, в чем субъект. То есть субъекту науки. А субъект науки он не переживает, у него нет ничего такого. Субъект науки, он представляет собой просто чистое сознание, которое движется в некой среде, и как табула раза приобретает по мере движения некоторое знание. И поэтому Гегель бытие располагает не в субъекте, а для него бытие находится в самом сущем. Но как оно? Что значит бытие находится в сущем? Бытие же не является неким свойством сущего. Бытие есть нечто, что высвечивается субъектом. Каким образом высвечивается? Оно высвечивается тем способом, что бытие премысливается. А где располагается эта мысль, если мы хотим говорить о том, что бытие есть бытие самого сущего? Оно располагается как бы в потустороннем сущем. То, что называется истина и сущность самого сущего. Как истина и сущность, где сущим располагается истина и сущность? Как бы по ту сторону самого сущего. Как бы по ту стороне. Теперь разговор другой у Хадиггера. У Хадиггера существенно субъект является переживающим субъектом. Для него устраивается целая антология, связанная с экзистенциалами. Экзистенциалы – это способы описания по аналогии с категориями таких сущих, как даза, как присутствие. Получается, что у Хадиггера существенным образом разбиваются все сущие, какие существуют, они разбиваются на два вида. На присутствие и на неприсутствие размерной сущей. И у Хадиггера получается, что есть возможность бытие разместить в самом присутствии. Что такое переживание? В переживании мы действительно приобщаемся к своему бытию. То есть к тому, что назван у Хадиггера «экзистенциал». И поэтому у Хадиггера бытие, которое приписывается сущему, оно является собственной экзистенцией. То есть Гегель, когда приписывал сущему бытие, он назвал из-за того, что бытие может быть мысль только быть мыслью, оно может только мыслиться. Почему? Потому что субъект уже является всеобщим, и бытие может только мыслиться. А Хадиггер, поскольку субъект еще является единичным, поскольку присутствие – это конкретное человеческое присутствие, какого-то конкретного человека. Так вот это конкретное человеческое присутствие, оно имеет возможность бытие рассматривать как внутреннее переживание, как нечто внутреннее. И поэтому приписывает она сущему бытие понятное как экзистенция. И получается, что вот затемняется, Хадиггер везде говорит, что бытие, что классическая философия в лице Канта и Гегеля, у них вопрос о бытии ушел в забвение. Таким способом. Потому что поскольку бытие стало мыслью, то как бы бытие не стало. Потому что бытие делает вещь чем-то единичной. Мы можем сколько угодно говорить, как говорит Канк, что бытие не является реальным предикатом, что для него не различаются сто талеров реальных и сто талеров мыслиных. Но на самом деле сто талеров становятся только тогда реальными, когда они есть. То есть вот это вот есть, оно делает вещь чем-то реальным. И поэтому бытие должно было быть чем-то единичным. У Гегеля эта единичность, она высвящена только в чувственности. Только в чувственности эта единичность присутствует. И, собственно, поэтому начало его философствования начинается как бы с бытия, поскольку в чувственности есть единственная мысль, а именно быть. Но эта мысль не просто единственная, она является тем, что является для Гегеля бытие. Для Хадигера бытием является экзистенция. И получается, что сущие существуют только с точки зрения экзистенции, и все сущие выстраивается в соответствии с тем, как понимает экзистенция в своем бытии, то есть с точки зрения экзистирования присутствия. И именно поэтому мир превращается не в мир вещей, который под категориями, а в мир подручного. То есть мир сам структурировался, исходя из центра. Дело в том, что Гегель-то пытался мир познавать, то есть мир структурировался как бы извне. Некий был внешний мир, некая внешняя, которая является истинной сущностью. И согласно этой внешности нужно было познание структурироваться, согласно этому. У Хадигера получается так, что, ну с этим еще связана, кстати, его феноменологическая позиция, то что феноменологически для нас мир прежде всего предстоит как именно мир подручных сущих. Потому что мы прежде всего нацелены на мир, как на мир вещей, которые мы используем в своей повседневной жизни, на которую мы озабочены и прочее, прочее. То есть поскольку бытие понято так как экзистенция, то и весь мир выстраивается исходя из этой экзистенции. А не наоборот, если бытие понято как бытие как бы извне приходящей, из потустороннего, из трансценденции, то мир выстраивается в соответствии с тем. Почему построение мира в классической философии идет извне? Потому что, вот теперь мы приходим к вопросу от трансценденции. Потому что, согласно Гегелю, истина это есть Бог, да, или Абсолют. И поэтому наше познание, оно должно исходить из того, что мы должны постигнуть эту истину, мы должны постигнуть Абсолют. И поэтому мы должны выстроить наше знание, исходя из того, как дан Абсолют, как дан истинное существо. И поэтому оно исходит как бы извне. Но извне не в том смысле, что мы как бы из природы исходим, а извне в том смысле, что из трансценденции. Мы как бы выстраивая свое взаимоотношение с трансценденцией, мы тем самым постигаем, в чем состоит истинный сущность. А выстраиваем мы начинаем это выстраивание, когда мы постигаем мир в чувственной ценности, и постепенно выстраиваем его в зависимости от того, как происходит взаимоотношение между субъектами и объектами. А для Хайдегера вот этой трансценденции фактически нет. И он в своей работе, о которой я вначале заявил, что такое метафизика, он в трансценденцию помещает ничто. То есть в трансценденции есть ничто. Это у Хайдегера. Почему? Потому что в каком-то смысле вопрос о Боге сместился в экзистенцию. Дело в том, что философия Гегеля, вообще классическая философия, она как бы открыта. Несмотря на то, что там присутствует момент субъективности, в силу того, что мы всегда различаем субъективное и объективное. В силу этой картинки есть сфера присутствия, это то, что называется у Хайдегера, или сфера субъективности. Есть сфера объективности, то есть сфера потустороннего, это тому, что дано присутствует. Я вот показал границы, это и есть картина, которую мы видим вокруг нас. Но Гегель хочет постигнуть истинную сущность самого мира, то есть самого мира и Бога. Исходя из того, что есть эта истинная сущность как бы вовне, в трансценденции. А согласно Хайдегеру получается, что ничего вовне-то нет, все есть внутри. Позиция Бога является позицией вот этой экзистенции, позиция присутствует. У него даже там такой интересный пассаж есть по поводу схоластики, которые утверждали, что Бог миру созидает из ничего. Но здесь есть возражение, что получается, что либо мы должны говорить о том, что ничто это есть некое сущее, которое находится рядом с Богом. Но мы этого не можем допускать, потому что до того, как был произведен мир, ничего не было кроме Бога. И это ничего означает не что-то лежащее рядом с Богом, а в буквальном смысле полное отрицание чего бы это ни было. Поэтому такое допущение веры. Но в каком-то отношении, но если это ничто, есть в буквальном смысле ничто, то из этого ничто ничего невозможно создать. Но Бог обладает максимальной мощью, поэтому может из ничто что-то создать. Но тут еще возникает возражение. Поскольку Бог является абсолютным всереальнейшим существом, то Он не может соотноситься с чем-то, что является ничтожеством. Бог не может с Ним соотнестись для того, чтобы что-то вообще сделать. Бог не соотносится с ничто для того, чтобы что-то сделать. И как бы это возражение, на самом деле, оно связано, если вдуматься, с возражением в принципе тому, почему Бог вообще мир творит. Если мы сейчас задумываемся, вот допустим, есть абсолют, и возьмем ситуацию до творения мира. Этот абсолют до творения мира, зачем он вообще мир-то созидает, если он является полнотой и совершенством, если он является абсолютом. Зачем ему нужен мир? Ведь мир на самом деле, какой бы он ни был, он не может быть вторым Богом. Мир может быть чем-то, что несоразмерно Богу, чем-то меньше. Если бы Бог сотворил бы второго Бога, ну, во-первых, противоречие связано с тем, что Бог дублирует себя, ну, это как бы первое противоречие, а второе противоречие связано с тем, что Богов было бы два. И поэтому Бог может сотворить только мир, который является несоразмерным самому Богу. Он является чем-то меньшим. И тогда получается, зачем вообще Бог творит мир? Зачем он творит нечто несовершенное? Потому что совершенство является абсолютно совершенством, он является сам Богом. И Бог творит мир, творит нечто несовершенное. Это как бы бессмысленное деяние для Бога. Бог должен был бы оставаться при себе и ничего не творить. У Гегеля этот вопрос решается тем способом, что Гегель говорит, что для того, чтобы Абсолют мог познать себя, недостаточно просто быть. Абсолют, конечно, есть. Но Он должен, кроме того, что Он есть, Он также должен еще, то есть то, что Он есть в себе, Он должен также стать для себя. В наших терминах означает, что недостаточно просто быть, надо познать себя. И Бог как бы тоже познает самого себя через историю, через историю природы, природы, как обменевший телек, и через историю Духа. Через историю Духа опять возвращается к самому себе. То есть вот этот момент опосредования для Бога тоже нужен. Этим моментом опосредования Гегель оправдывает, зачем вообще существует, как бы кроме Бога, существует еще и мир. Казалось бы, если есть Абсолют, то Абсолют достаточно. Абсолютная форма, она самодостаточная, она не требует ничего для того, чтобы определиться. Вот этот вопрос, теперь как бы за этот вопрос цепляется Хадиги, да, и Он понимает, что тут есть некая натяжка. Натяжка связанная с тем, что действительно, если есть Абсолютная форма, то она не должна ничего творить, потому что она самодостаточная. И поэтому, если эта Абсолютная форма отброшена, то тем не менее, сама эта вот зияющая пустота Абсолютной формы, она остается. И она должна быть где-то размещена, а она размещается в самой экзистенции. И это получается, что, тут вот это не нарисовать, что, как бы, трансценденция превращается просто в ничто. Вот раньше, когда мы говорили о Гегеле, трансценденции, была мысль, да, и трансценденция была бытие. Потому что бытие и мысль – это одно и то же, бытие и мысль – это одно и то же, да, вот. И в этой трансценденции располагал, собственно, Бог, да, потому что, в конце концов, это тоже событие мышления восходит к Абсолютной идее, да. Вот, и поэтому, как бы, вот, за пределами нашей картины мира, да, по ту сторону сущего находится Бог. То это находится Абсолютная идея. Это согласно классической философии, согласно прежде всего Гегеле, потому что, ну, с Кантом там сложнее, да. Согласно Гегеле. А согласно Хайдегеру получается, что эта вот трансценденция, да, как по ту сторону сущего, она вообще превращается просто в ничто, которое как бы есть, поскольку место такое есть, поскольку из-за того, что мы отрицаем отрицаем за потусторонним что-то, какую-то данность, мы, тем не менее, остаёмся, тем не менее, это место остаётся. Вот оно становится ничто. А куда девается Абсолют? Абсолют вот сюда вот в экзистенцию втягивается. И получается, что теперь Абсолют втянут в экзистенцию, и он определяет весь мир, да. Весь мир как бы определяется, исходя из того, что такое экзистенция. Он где-то даже в одном месте пишет, что такая экзистенция – это пространственно шевеляющееся сущие, которое упорядочивает весь мир, да. Вот она, точка, да, вот сингулярность, которая упорядочивает всё вокруг. Вот сюда стянута. Вот сюда стянута Абсолютность. И поэтому, как бы, там ничего нет. Но из этого что ещё следует, в частности, если сюда стянута Абсолютность? То есть, если весь мир определяется, исходя из экзистенции, да, из Абсолюта, которым является присутствием, то возникает абсолютная ответственность за мир. Потому что что такое получается? Мы же говорили о том, что что такое бытие? Бытие сущего – это есть просто экзистенция, да. И мы ответственны за то, как мы вообще в мире живём, и как мы его определяем, исходя из нашей экзистенции. Именно мы берём ответственность за весь мир, да, за то, что мы делаем с миром. Да, вот отсюда все вопросы эти, там, вот, прочувствованы про технику, про то, как, что для нас присутствовал мир, что мир превратился в некий постав и прочее, прочее. Причём техника понимается в самом широком смысле, не в смысле, там, только технической оснащённости, а вообще связанной с тем, как мы относимся к миру, да. И вот это вот выстраивание мира, исходя из экзистенции, есть на самом деле просто последний шаг субъективизма. Вот, если посмотреть теперь на всё построение, как я его рассказал, может быть, немножко сумбурно, да, ну, потому что вопрос сложный. То можно заметить, что если классическая эпоха, например, Гигель, да, они пытались, как бы, постигать истину самого мира, да, истину и сущину самого мира, да, и пытались, как бы, исходить из того, пытались строить то, что называют, как они понимали, науку, да, они выстраивали, вот, внутреннее, субъективное должно было быть выстроено в соответствии с тем, как выстроено потустороннее. Да, вот, есть две сферы, вот, сфера потустороннего, сфера внутреннего, то есть сфера объективного, то, что называется, и сфера субъективного, да, вот, они должны были выстроиться в неком тожестве, в бытие и мысли, да. То получается теперь наоборот, что, как бы, потусторонняя, в смысле своей содержательности полностью втянута, то есть собрана внутреннюю сферу присутствия, то есть сферу субъективности присутствия, и сфера субъективности одно и то же, просто на различных терминах, терминах Хайдегера, присутствия, терминах Гегеля, это субъективная сфера, да, вот они втянуты, и теперь получается, что ничего потустороннего нет, и, собственно, что такое стало наше присутствие? Наше присутствие представляет собой некий шарик, да, вокруг которого находится, вот, картина, которую мы наблюдаем, картина мира, да, а по ту сторону этой картины ничего нет. И вот экзистенция, как абсолют, она вынуждена, как бы, брать ответственность за весь мир, потому что весь мир выстроен теперь в соответствии с тем, как экзистенция этот мир понимает. Отсюда, получается, еще маленькое замечание. По поводу истины. Вот, Гегеля. Еще одно замечание по поводу истины. Вот опять рисуем наше присутствие, или нашу сферу субъективности, да. Присутствие равняется сфера субъективности, да. Поскольку у Гегеля чем-то определяющим является потустороннее, да, вот, абсолют, вон там где-то, то истиной является сравнение того знания, которое находится в сфере субъективности, с тем знанием, которое приходит в обувь, из сферы, из абсолюта, да. То есть истина есть некое сравнение, некое сравнение, можно так сказать, нашей теории, как бы, с экспериментом, да. Ну, у Гегеля еще сложнее даже, да. У Гегеля получается, что истина является сравнением нашей, сравнение нашей субъективной, субъективного постижения истины с той истиной, как она есть потусторонне, да. То есть у Гегеля получается, что на самом деле, это, что для того, чтобы наше внутреннее субъективное знание, внутренняя, как бы, теория мира могла состояться, она должна выставить себя как систему и внутри себя построить критерии сравнения с самим собой. Потому что и тут, и тут, и потусторонним, и внутри мышления одна и та же, и там, и там мысль. И поэтому вот эта мысль, да, мысль, которая внутри субъективности, и та мысль, которая является потусторонним, должны друг другу соответствовать. Но это соответствие как можно подумать? Если и там, и здесь мысль, то на самом деле, получается, мысль должна самой себе соответствовать. То есть содержание того, что мы мысли в потустороннем, и содержание того, что мысль внутри субъективности, это одно и то же содержание. Вот это содержание как одного и того же содержания и состоит в движении костей. Надо выстроить всю субъективность таким способом, чтобы вся субъективность была отождественна полностью транседентным. Есть некое транседентное, а есть некое объективное. Есть некое субъективное. Вот эти две сферы должны в некоем изоморфизме состояться. Причем этот изоморфизм может состояться только в логике. Понятное дело, что потустороннесть содержательно неисчерпаема, поэтому частные науки могут бесконечно постигать сущность мира. Но в некой существенной структуре мышления можно найти совпадение внутренней сферы и потусторонне. И вот это совпадение внутренней сферы и потусторонне называется истиной. Но в любом случае истиной есть некое сравнение знания с чем-то, что называется критерием. А Хадигер предлагает как будто новое прочтение того, что такое истина. Для него истина является алитерий. Истина является чем-то, что открывается, что выходит из потаенности, что выходит из сокрытости. Ну, вроде бы интуитивно мы соглашаемся с этим, нам кажется, что это похоже на правду. Это также связано с тем, как понимают феноменологию того, что значит постигать мир. Да, что феноменология постигает мир, это означает как бы отказаться от неких предрассудков теоретических и выступить к самим вещам. И попытаться эти сами вещи взять так, как они есть. Да, вот, то есть это и называется, что значит взять вещи так, как они есть. То есть, вот, Хадигер, это гуселевские, гуселевские понятия, дискрипции, да, надо как-то в дискрипции уплотить то, как на самом деле открываются вещи, да, то, как на самом деле мир открывается. То есть, в любом случае, уже в феноменологии заявлено о том, что действительно есть некое открытие, да, есть некая как бы очевидность, которая выступает. Она должна выступить, как бы, и ее нужно узреть, да. Но, вот, теперь задумаемся, почему эта истина у Хадигера такова. Потому что, собственно, вот этой абсолютно нет, на нее, собственно, вся, абсолютно у Хадигера. Абсолют Хадигера, он находится внутри присутствия. И ему нет смысла выступать и пытаться постигнуть что-то там во мне, когда на самом деле уже все есть внутри. И поэтому, на самом деле, раскрытие для этого, для присутствия истины, оно просто состоит в том, что оно исследует само и себе. А именно, вот эту собственную сферу. Но, это первый разговор. Второй разговор состоит в том, что, ведь что такое истина, как открытие? И что такое истина, как несокрытость, или алицея? У нас есть два существенных этапа постижения реальности. Первый этап состоит в том, что мы восходим от единичного, единичного и конкретного, да, восходим в некую абстракцию. Ну, вот, и наши понятия, как бы, и все наше мышление, да, мышление, понятия, они путем дискрипции, ну, если правильно говорить, тут не мышление, а понятие, тут на самом деле язык, да. Это путем языка, на самом деле, языков. Язык с помощью дискрипции удерживает это вот единичное вот в неком описании. И потом, на основе этой дискрипции, как бы, строят, восходятся дальше в абстракцию, там, строятся теории и так далее. То есть, вот, есть некое движение от единичного к более-более абстрактным сферам. Это первое движение. Это то, что империзм называл, как бы, вот, называл, как бы, империзм, да, империзм называл восхождение от, что все дано из опыта, да, восхождение от эмпирического к теоретическому. Вот оно вот так вот. Вот это вот восхождение, оно есть не что иное, как открытие и раскрытие того, как выглядит мир, как, вот, в этом понимании истины, как алектория, да, как несокрытость. Но ведь у нас есть, ну, у нас, но с точки зрения классической философии, есть еще вот такое движение, как внутри теории, внутритеоретическое движение. Теоретическое движение. Вот, у Гегеля это движение внутри самого мышления. Да, и вот внутритеоретическое движение дает, как бы, уже некий теорию-2. Вот была теория-1, которая, вот, просто была эмпирическая теория, да, вот, неким восхождением в абстракции. А вот он теорию-2 дает, которая, на самом деле, является просто плодом теоретических измышлений. И для того, чтобы вот эту теорию-2 уже соотнести опять с тем, как на самом деле, с реальностью, нужно нам теперь совершить обратное движение, да. Вот движение, вот, движение проекции этой теории, как бы, на реальность, на опыт, в опыт, в эксперимент. Вот это вот обратное движение, как раз и дает нам понимание истины, как сравнение, да, как истины, когда мы теорию сравниваем с тем, что мы имеем в опыте. То есть, на самом деле, вот, и это движение является движением, которое больше всего рассматривал Канн, да. Таким образом, вот, как бы, мы из теоретической сферы проектируем свое знание в сферу эмпирическую. На самом деле, это единый процесс есть. Процесс восхождения в абстракцию, процесс движения, собственно, внутри теоретической движения, процесс нисхождения в эмпирию, да. Собственно, в науке это постальный процесс осуществляется. Так вот, Хадиггер, когда говорит о балетах, он только рассматривает почему-то вот эту составляющую движения, составляющую восхождения вверх. Для того, чтобы это понять, достаточно почитать его работу, которая называется... Учение Платона об истине. Что там идет речь? Он берет, как бы, известный миф о пещере и рассказывает о том, как там Платон понимает истину. Ну, действительно, там рассказывается о том, что вот люди сидят где-то в пещере, как бы, и там, и видят, и видят тени неких предметов, которые проносятся за их спинами, да. Там, как бы, один там, вроде как, вырвался, увидел сами вещи, а потом вышел даже на собственно, да. И, как бы, вот это вот движение Хадиггер характеризует как движение все больше и больше открытости к саму истине. И у него получается, что, как бы, вот от теней, вот от теней, да, как бы, один из людей восходит к самим идеям, идеям, да. И вот это вот движение, это есть движение нарастания открытости, да. Тут, как бы, просто только тень, только тень идей. У него есть какие-то там промежуточные состояния, есть, собственно, вот последние, когда человек выходит из пещеры на свет дня и видит, собственно, солнце, да. Как бы видит идеи так, как они есть, да, и удивляется, что на самом деле, что вот он живут в сфере теней. Но это есть не что иное, как процесс восхождения от единичного конкретного к абстрактам. Тут ничего такого особенного-то нет, но Платон описывает действительно, что именно так восходим мы от теней. Что такое тень? Это когда идеи даны в своей чувственно воспринимаемой форме, когда они запечатлены в вещах, да. А вот здесь идеи даны уже, собственно, в чистой форме. Но это и есть процесс абстрагирования. Только почему-то Хадигель не замечает, что когда мы восходим к этим идеям, это, конечно, здорово, но ведь существует такое понимание, как движение внутри идей. И вот здесь вот, вот это вот движение внутри идей, оказывается, является существенным отличием Гегеля и Хадигеля. Дело в том, что Хадигель вообще боится мышление рассматривать в отрыве от языка. Для него как бы вот такое вот мышление внутри, некое движение, которое движется в чистоте мышления, вот как у Гегеля, да, есть наука логики. И наука логики представляет собой чистое мышление. Когда мышление движется в сфере своих понятий, безотносительно как бы всякого там соизмерения, с единичьим. Вот чистое движение внутри идей. Собственно, как бы это один разговор, но другой разговор, например, вообще любая наука, да, например, там, математика, там, и многие науки, да, и даже и физика, да, они, говорит, выстраивают теории, исходя из каких-то вот, они живут в мире идей, и в мире этих идей выстраивают какие-то теории, да. То есть вот вообще вот этот процесс того, что существует некое движение внутри, внутритеоретическое движение внутри мысли, Хадигель вообще не рассматривается. То есть и понятно, почему для него вот это движение внутри идей, оно вообще запрещено. И поэтому и нет и нисходящего движения. Именно в этом он критикует современную науку, ну, что она якобы отдалилась, она якобы движется где-то там непонятно где, и она от вопроса о бытии отдалилась, да, вот вопрос о бытии где-то здесь находится, да, а наука движется где-то в сфере идей, да, и в лучшем случае там возвращается опять к сущему, к сущему, чтобы сравнить, соответствует ли ее теории тому, как устроен мир, или не соответствует, да, и поэтому она забыла как бы о бытии, да, вот такое забвение бытия, да. На самом деле, почему-то вот у Хадигера странным образом он отказывается от мышления в его чистоте. У него мышление связано только с языком. И вообще, как бы, вот этот вопрос я вот пытаюсь сейчас понять, почему это так, почему вот у него вот это вот дополнительное движение внутри мышления, да, потому что если это движение внутри мышления есть, то мы неизбежно приходим к пониманию истины как сравнение. Но неизбежно, потому что это вот теорию 2, надо же, надо же как-то вернуть опять к реальности, понять на самом деле, что она, как она соотносится с миром-то. У него этого движения нет, и вот это странно. Надо с этим как бы разбираться. И еще вот несколько слов вот по поводу ничто. Хадигер этим ничто предъявляет претензию, претензию науки и ставит такой интересный вопрос. Да, вот тут у него ничто потустороннее, но это все то же наше, все наше присутствие, которое равно в сфере субъективности. И вот Хадигер предъявляет претензию, он говорит, что с позиции, он ставит с позиции присутствия вопрос, почему есть сущие, а не ничто. Ведь на самом деле этот вопрос, почему есть сущие, ничто, это позиция опять же абсолютная. Этот вопрос может ставить только абсолютный, только с абсолютной позиции этот вопрос вообще мыслимо поставить. Да, потому что если мы уже внутри мира, если мы внутри мира, то мы этот вопрос поставить можем только, мы его можем только заявить. Ну, суть вопроса ведь состоит в том, фактически, есть абсолют или его нет. Почему есть нечто, а не ничто. Но он предъявляет, ну, как бы ничто, Хадигер, что интересно, он рассматривает как ничто, как будто бы ничто есть нечто существующее. Ну, поскольку потустороннее ведь есть, да, вот есть у нас наша сфера, субъективность потустороннее есть. Поэтому это ничто тоже, как бы, есть. И он предъявляет претензии науки, что она не обращает внимания на ничто. Что она занята сущим, как бы, а вот сущностные вопросы, а сфера связаны с ничто, она выпускает. И тем самым, как бы, наука движется непонятно как. Но ведь тут ведь что важно? Важно понять то, что ничто и бытие для Хадигера постигается в переживании. И поэтому получается, что ничто фактически равно бытию. В том же самом, ведь раньше как было? Раньше мы говорили о торжестве у Гегеля было. У Гегеля получалось, что есть торжество мышления и бытие. Как это получалось? Бытие есть потустороннее, а мышление внутри. Но почему именно мышление? Потому что, собственно, и бытие было мышление. Потому что бытие было некой мыслью. И поэтому вопрос шел о мышлении. Но здесь разговор идет о том, что бытие – это экзистенция. И это экзистенция в одних переживаниях, скажем, позитивных. Когда оно просходит к миру, оно проживает бытие, проживает, экзистирует оно в позитивном смысле, то есть оно экзистирует. А проживая, допустим, ужас, оно экзистирует в отрицательном смысле. В смысле ничто. Что такое ничто? Ничто – это есть… Мы можем проживать свое присутствие, мы можем проживать свое бытие, исходя изнутри самого себя. А можем проживать свое бытие, исходя из отрицания внешнего. То есть мы, когда наше проживание является как бы отрицающим проживанием, вот как вот в ужасе, это отрицающее проживание мы называем ничто, А позитивное проживание мы называем бытием. Но на самом деле и то, и другое проживание отличается только содержание того, что мы проживаем. Фактически бытие ничто это просто одно и то же. И равно экзистенции. То есть проживанию. Некому проживанию, чистому проживанию. Экзистенции. И эта форма аналогична формуле Гегеля. Я еще раз говорю, что у Гегеля просто бытие есть мышление, и поэтому эта форма превращается в мышление и бытие. То есть сфера субъективности у Гегеля была сферой мышления. Поэтому вот эта внутренняя субъективная сфера, она была изоморфна в сфере потусторонней, изоморфной логики. Понятное дело, что вот это вот потустороннее, оно всегда было, всегда больше, ну, в смысле содержательности. Но всякая содержательность, которая приходит, ну, до субъективности субъект же может воспринять только ровно столько, сколько он может воспринять. И поэтому всегда субъект уравновешивает вот это вот, как бы, движение, извини, да, вот есть некий поток, как бы, извини, да, вот оно уравновешивается в субъективности, потому что субъект может воспринять только то, что может воспринять, и ровно столько, сколько может это воспринять. И поэтому вот на этой границе всегда присутствует некое тожество, да. А это же тожество присутствует теперь в такой его формулировке, как ничто равно бытию, и равно собственной экзистенции. То же самое, просто поскольку бытие понято теперь как проживание, у Гегеля бытие понято как мысль, поэтому одна формула, у Хайдегера бытие понято как проживание, поэтому другая формула. Хотя на самом деле та же самая философия. Вообще могу сказать, что в философии Хайдегера отличается, очень мало отличается от философии Гегеля в смысле изначальной конструкции того, как выстроено взаимоотношение мира и человеческого присутствия. Дело в том, что Хайдегер ничего не добавил, он только просто по-разному расставил акценты. Он бытие абсолютно как бы перестал быть чем-то потусторонним, он скакнул внутрь. Ну давайте это нарисуем. Давайте теперь нарисуем выводы, да? Напишем выводы. Давайте выводы нарисуем. В чем состоит разница философии Гегеля и Хайдегера с точки зрения структурной? Помимо, конечно же, там очень много частностей, я просто на них сейчас не заостряюсь, а вот рисую в том смысле, как выглядит, собственно, структура того, как мы расположены миром, как присутствие, человеческое присутствие, как бытие в мире расположено в нем. Вот есть человеческое присутствие, которое равняется классическому сферу субъективности. Что получается? Вот в классике был абсолют. Этот абсолют перемещается внутрь, да, и становится как бы экзистенцией. И благодаря этому, как бы, то, что раньше бытие было потусторонним, бытие бы равнялось мыслью и равнялось потустороннее, ну, то есть мысль трансцендентная, да? Вот это вот трансцендентное, оно, в силу того, что экзистенция теперь, бытие теперь понимается как экзистенция, а экзистенция – это некое бытие, которое проживается, проживается в неких особых настроениях, да, то бытие тоже перемещается, ну, бытие, вообще-то говоря, согласно всей классической философии, абсолют – это и есть, собственно, бытие, да? Что значит абсолют творит мир? Он просто и есть бытие, как бы, да? То есть бытие – это просто в других терминах понятие того, что абсолют есть. Бытие тоже сюда перемещается, то есть становится экзистенцией. Что остается во мне? Трансценденция потусторонняя так и остается, естественно, да? Потусторонним остается ничто, которое точно так же переживается, как ничто дано. Ничто дано точно так же через переживание, да? Остается ничто, эту стрелочку я уже зачем-то нарисовал, так. Остается ничто, весь мир как бы превращается в сферу, все полностью сворачивается в сфере субъективности, весь мир выстраивается, исходя из центра. Раньше центр был абсолют, абсолют и был центр, да? Откуда мир выстраивался. Выстраивался. Теперь центром становится экзистенция, и весь мир теперь выстраивается изнутри, изнутри экзистенции. Поэтому теперь все остальные сущие становятся в присутствии размерными сущими, подручными сущими, весь мир выстраивается. И самое главное, получается, вот эта вот экзистенция, которая, собственно, которая была раньше абсолютом, оно является самым главным и существенным. Смотри, теперь получается так. Вот у нас здесь есть ничто, которое ничтожит. Почему оно ничтожит? Потому что оно точно так же переживается, как и экзистенция, которая также равна бытие сущих. А, собственно, сущие вот они только на границе, вот они здесь такие. В то же время экзистенция является абсолютом и является самым важным. Да, вот оно находится, является центром. Из этого центра все сущие определяется как подручное. Подручное. Ну и, получается, в чем состоит, как бы, предельные выводы философии Хадиггера. Поскольку Бог, как бы, вот, он сюда вошел, внутрь, да, и весь мир стал миром подручным, то существует два направления, каким образом присутствие может отнестись к тому, как оно в этом мире расположено. Оно может погрузиться вот в это подручное, да, вот в это сущие, да, и это будет называться несобственным состоянием, да, или там, неподлинным состоянием. А может, а может, она заниматься самим собой, да, вот, может заниматься самим собой, да, вот, может заниматься самим собой. И это является собственным состоянием, или подлинностью. Вот есть два, две возможности. Можно заниматься либо самим собой, а можно, вот, заниматься сущим. Вот, как бы, сущим занимается наука. Вот, наука, она туда ушла, она занимается вот этим сущим, да, которое на самом деле несущественно. В нашей картике получается, что самым существенным является вот этот дазайн, является присутствие, потому что, собственно, оно является центром, из него все определяется, и зная этот центр, мы знаем истину, в общем все. И более того, мы как истину открываем, мы как в зеркале, мы смотрим на сущее и возвращаемся в смысле открытости, мир нам открывается, в каком-то смысле, мы сами себе открываемся, мы светимся через то, сущее можно понять как зеркало, через которое мы сами себе возвращаемся. Вот у него есть какой-то пример, связанный с топором, что такое топор. Топор на самом деле есть нечто, с помощью чего мы рубим дрова, и вот по некой цепочке, отсылающих знаков, мы обратно к себе в этом топоре возвращаемся. То есть все сущее возвращает нас в своем себе. Весь мир, на самом деле, выстроен исходя из некой середины, которая называется присутствием, дазайн. Вот такая схема. Фактически, что в этой схеме случилось, если вы обратите внимание? Кто знает философию Ницше, и Хадиг вообще Ницше любит, один из любимых его философов. А Ницше говорит, что Бог-то умер, вот он, Бог-то умер. Теперь мы обращаем внимание, что значит Бог умер. Естественно, место-то не умерло, трансценденция-то никуда не делась. Вот она трансценденция, просто вместо Бога заступило ничто, которое уничтожит, вот он. Там просто ничего нет. И куда теперь это все делать? Все как бы вот свернулось вот в эту раковину субъективности. Все обратно туда вот зашло, и все. И получается, что философия Гегеля, при всем его, ну, Гегель есть там свои навороты, там, да, она является ближе к науке, действительно, она является более правдоподобным построением, чем философия Хадигер. Ну что же там получается-то, на самом деле, что все свернулось в раковину субъективности и все, что ли? Теперь уже ничего невозможно. И Бога нет, ничего нет. Все. Это, 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 фактически, видите, можно утверждать, не знаю, как бы я не берусь за качать или выводить, что это просто развитая философия социзма. Вот как она есть. Тут даже, как есть другие люди. Другие люди тут есть, как Дасман у него там есть, Дасман. То есть, вообще говоря, уход, вот все, что вот в этой сфере вот находится, в сфере картины мира, все является черту не то, что ложным, а как бы неподлинным, неправильным. Правильным является только вот сидеть внутри и что-то там переживать. И вообще говоря, все как бы сводится к переживанию. Отсюда философия, благодаря Хайдигеру, ну да, и тут, ну я сейчас не буду рассказывать, почему Хайдигер перешел от мышления к языку. Это как бы отдельное сообщение, это требует осмысления своего рода тоже, другое осмысление. Пока как бы оставим это. Но вот почему как бы вообще занимается поэзией, почему вообще Хайдигер много внимания уделяет всяким переживаниям и так далее. Потому что жизнь, субъективная жизнь внутри, она в чем состоит? Вот ведь есть некая всеобщая жизнь, да? Вот некая всеобщая жизнь, которая никуда не делается. Всеобщая жизнь. Это жизнь мышления. То, что Хайдигер считал важным с точки зрения научного подхода к философии. То есть для философии они существенно отдельные, единичные особенности философа. Что они думают по конкретным вопросам, ошибаются они или не ошибаются, умеют они мыслить логически или не умеют. Или было важно как бы выстроить эту вот субъективность, исходя из некой как бы всеобщественности. Вот исходя из того, как можно было бы субъект выстроить как понятие. В каком-то отношении предельном, да? Предельным. Сознание или я. Ну или лучше говорить так, давайте в наших серверах теперь присутствие. Предельно. Для Гегеля человеческое присутствие. Это для Гегеля. Да? Человеческое присутствие. Есть понятие. То есть он свой, почему он свой понятие? Ну потому что он занимается, у него вопрос так стоит. Он занимается обоснованием знания. Пытается понять, что такое знание. Этим занималась вся классическая философия. Начиная даже с Декарта, не только с Канта. Но Канта это очевидно, Фихт очевидно. Вот они все этим занимались. Для них поэтому была некая всеобщая жизнь, которая не сводилась к каким-то индивидуальным участницам. А ведь эта всеобщая жизнь противоречит тому, что такое уникальность, особенность отдельно взятой присутствия. Ведь уникальность и особенность проявляются не во всеобщей жизни, которая на самом деле ее умаляет, или можно сказать отрицает. Она проявляется именно в каких-то единичностях. А что такое единичности? Это вот некие переживания, игра метафоров, игра как бы вот... Вообще говоря, должна была бы по идее быть игра в поступки. Это некая такая и частная, конкретная жизнь. То есть нужно было противопоставить, всячески противопоставить этой всеобщести. А всеобщая жизнь, это кстати всеобщество, она выражается как раз в логике. То есть в конце концов Гегель все свел к логике. И вот поэтому его философию можно было бы назвать логицизмом. Конечно, это сведение к логике Гегеля никак не оправдывает. Но в некотором смысле от того, что мы отрицаем каких-то отдельных частностей Гегеля, не следует, что логики. Да нет, логика все равно присутствует. Но эта логика, она именно грозит вот этой частной, субъективной внутренней жизни. Вот этому экзистированию присутствия. И поэтому она всячески пытается с этой логикой как-то расправиться. И в этом я наблюдаю, в этой отношении между логикой и частной субъективной жизнью присутствием, я наблюдаю некое противоречие. И это противоречие наблюдается тем, что Гегель пытается обрушить старую метафизику. Вот он как бы считает, что она слишком абстрактна, что она свела бытие понятию, то есть она как бы зашла в тупик. Но на самом деле не она зашла в тупик. Мы должны понимать, что в философии есть только многообразие возможностей, которые осуществляются. И все эти возможности осуществляются в силу самого того, как выстроено присутствие в мире. Мы начали с того, что присутствие в мире выстроено как бытие в мире. Да, вот оно, присутствие. Присутствие равное в сфере субъективности. Всякая философия, она всегда взирает на то, как наше человеческое присутствие выстроено, как оно находится внутри мира, и исходит из того, как это можно понять. Естественно, какими основными реперами этого понимания, какие основные репери этого понимания мы наблюдаем? Во-первых, где-то здесь должен расположиться абсолютный субъект. Вот есть наш субъект, он в сфере субъективности находится. Вот наш субъект находится здесь. А где-то есть абсолютный субъект. Для предыдущей философии разговор в абсолютном субъекте был очень существенный. Это после ниши, ниши бог умер, сказал там, это может быть стало не так. Но на самом деле для них очень было важно расположить его. Естественно, абсолют не может располагаться внутри. Мы это понимаем, да? Абсолют где-то должен расположиться, ну, где-то во мне. Он в транседентном. Вот он, расположен во мне. Но это что означает? Это означает, что для философии, которая рассматривает как нечто существенное абсолют, уже потустороннее чем-то является. Оно не является ничто. Оно чем-то заполнено. Оно заполнено абсолютом. Вот эта вот потусторонняя сфера, да, объективности, оно заполнено. Оно вообще есть такое, как в себе есть. Есть некое в себе. Не так, как у Хайгегера получается, что там только ничто. А есть некое в себе. И это себе заполнено. Во-первых, там много что есть, но все равно все это сведено к абсолюту. Почему? Потому что, потому что есть, как взаимоотносятся субъективность и объективность, да? Они взаимоотносятся двумя способами. Они взаимоотносятся с помощью чувства и с помощью мышления. Вот два способа взаимоотношений. Два способа, каким мы на самом деле, каким мы постигаем мир. Но! Вот это вот различие субъективных способностей и рассмотрение мира с позиции этих способностей привела к тому, что классическая философия чувство поставила под подчинение мышлению. Подчинение мышления? Подчинение. Причем у Гегеля это доводит до логического завершения. У него получается, что вообще мышление это и есть. Только это все, что есть, как бы, а чувство это некая только форма, это мутная форма мышления. Потому что содержание того, что оно в чувствах, оно дано в мышлении, но в более правильной форме. То есть, как бы, такого способа бытия истины, как чувства, нет. Потому что ее истина является всеобщей. То есть, его истина сводится к тому, что мы называем мышлением. Вот оно, как бы, за счет того, что чувство полностью иллюминирует, как бы, все сводит к мышлению. И поэтому, получается, все превращается в то, что субъективное мышление. Что на самом деле? Я вот уже рассказывал об этом, да? Что же на самом деле? А на самом деле, я вот когда рассказывал о том, что есть много способов понимать всеобщие, что на самом деле есть всеобщие, которые понимаются, как всеобщие, связанные с творчеством сознания, а есть всеобщие, которые понимаются, как всеобщие, связанные с понятием, с категорией. Это всеобщие разные, и поэтому, ну, это надо предыдущие посмотреть семинары. И поэтому мир, на самом деле, не является миром только чувственного какого-то потока, чувственного хаоса. Да, на самом деле, мир есть мир вещей. Мир есть мир вещей. И у Хадигера как раз мир тоже есть мир вещей Он как раз с этим согласен Но это правильный подход И тогда получается, если мир есть мир вещей Да, вот он опять все равно остается на границе Мир мир вещей То тогда всеобщее у нас делится на два вида Всеобщее, которое у нас на границе есть Которое представляет собой мир вещей Это вот эта вот граница, это и есть мир вещей И потустороннее Как нам дано потустороннее? Потустороннее может только мыслиться Оно удерживается как мысль То есть остается верным ход Гегеля Получается, у нас получается так, что потустороннее Оно мыслится А мир вещей удерживается как вот эта оболочка Тогда какая система Получается, что у нас? У нас получается двухсложная система Система двухплановая система У нас передний план есть, да, вот картина Картина мира, это передний план Ну, как бы здесь сфера, вообще говоря Надо внутри сферы забраться и как бы увидеть Вот сектор вот этот, вот этот вот сектор такой вот Сектор видения изнутри, да? Вот этот сектор, как бы вот картина мира Вот мы как бы усматриваем эту картину мира Она нам непосредственно дана И когда мы по поводу этой картины Пытаемся что-то размышлять Мы видим, на самом деле, что вот внутри вот этой картины Есть многообразные сущи, которые Многообразные аспекты мира Которые как-то с друг другом взаимодействуют Тут есть некое как бы многообразие взаимодействия Вот это многообразие взаимодействия Мы мыслим И вот этот мыслимый Есть как бы потустороннее И получается, что мы вот в этом акте Когда мы высвечиваем отдельное Мы не можем охватывать мир как целый Мы всегда высвечиваем только какой-то его сегмент И вот в этом сегменте мира мы на самом деле Чувствами удерживаем вот эту картину мира Чувствами удерживаем И мыслим потусторонне А мыслим его тем способом, чтобы мы просто внутри вот этой картины Есть некое как бы взаимосвязи, связи, смысловые отношения Между различными аспектами этой картины мира Это вот мы мысли То есть мысли мы удерживаем потусторонне Тем способом, что мы мыслим по поводу этой картины Ну естественно мысли где располагаются? Мысли как бы в нас находятся Но ведь мы мыслим по поводу конкретного фрагмента мира И поэтому мысли располагаются как бы по ту сторону Потому что они относятся Я когда говорю по ту сторону, конечно мысли всегда в нас Но когда я говорю по ту сторону, то имею ввиду, что мысли существенные мысли То есть те мысли, которые касаются не просто моей капризы Моего произвола Я могу как угодно, а что угодно мыслить Не в попа, не логически А имеется ввиду мысли, которые существенно относятся к этой картине Если бы научное мышление можно было бы отдельно выделить Как бы оно мыслило то, что оно здесь видит Вот это и есть потустороннее мышление Мысление как бы объективное Объективное мышление Вот оно вот там находится И это вот с такой структурой двухсложной структуры фиксируется в языке, потому что язык собственно и есть. Что такое язык? Язык это и есть вот такая двухслойная структура, в котором есть знаки, они как-то связаны как-то, и есть их значение. Значение или смысл. Если получается, что с помощью языка мы постигаем, мы можем дескриптировать, в чем состояла цель феномогии? Она состояла в том, чтобы теоретические завалы расчистить и к самим вещам обратиться. Как это можно сделать? Мы обращаемся к языку и в языке фиксируем или дескриптируем то, что мы видим в этом сегменте суще. Вот мы видим сегмент мира, постигаем с помощью мыслей, какие есть взаимоотношения, и все это фиксируем в языке. И получается между языком и миром можно установить некий эзоморфизм. Ну, он не является структурным, потому что это синтаксическая структура языка и структура мира это разные. Но язык умудряется как бы некую, если так можно выразиться, логику мира зафиксировать, логика мира есть какая-то. Вот она как-то, вот эта логика, которая является как-то пространственно-временная логика, когда она как-то вот в языке фиксируется, и поэтому язык является, как говорит Хадигер, дом бытия. Язык есть дом бытия. И это совершенно все точно. Действительно, язык является, причем язык, естественный язык, он является последней сферой, на которую мы оперты. Ведь что хотел сделать Егель? Егель хотел построить некую, если так заговорясь в современном языке, формальную систему. Он хотел построить формальную систему философии, которая бы формализовала всю истину. Вот как бы есть некая истина, вот ее надо было как-то формализовать. Вот эта истина равнялась абсолютной идее, и она должна была как-то быть изображена. Вот она формализовалась в науке-логике. Это формальная система или основная науке-логике? Но эта наука-логики как дана? Ведь получается так, что эта наука-логика зафиксирована в неком языке. И, собственно, как она развивается, мы до сих пор понять не можем. Потому что нет способа наложить эту логику на что? Как она вообще дана? Как мы ее можем эксплицировать, если у нас нет вот этого соответствия? Как мы эксплицировали смысл языка? Мы просто обращаемся вот сюда, потому что мир точно так же двухслойный. И мы понимаем, что мы понимаем в языке. У нас всегда есть вот этот способ, всегда доступен способ обратиться к самому миру. Мы всегда можем, как бы, в языке фиксируя нечто в языке, мы всегда можем обратиться и понять, что же мы в языке, под чем понимаем. А здесь такого нет. Здесь, как бы, язык повис, как бы, на... Фактически этот язык, формализм, да, ноуки-логики, он повис на естественном языке. И насколько мы можем понять, что такое естественный язык, насколько мы можем вычитать, что там у Гигеля написано, настолько мы можем понять, что он там вообще такое сделал, что он там зафиксировал. Но, но если мы отказываемся от всякой формальной системы, поскольку всякая формальная система, она строится на некотором языке, и просто обращаемся к некой наиболее обобщенной форме фиксации, ну, самой первой, да, и, как бы, самой важной, то мы, как бы, возвращаемся от формальной системы опять к языку, к естественному языку. И вот это предельное состояние, в котором мы находимся для того, чтобы вообще фиксировать наше знание, фиксировать истину. И вот этот переход сделал Гигеля, и он переход этот сделал к языку, именно поэтому для него так важен на языке. Поэтому язык, если думать, и я, фактически, ведь... И речь идет о том, что язык изоморфен, как бы, структуру языка изоморфен в структуре мира. Вот это... как раз в этом отношении у меня к Гиггеру никаких претензий нет. Здесь все четко. Претензий начинается с того, как... когда он начинает работать с тем, как... что такое собой представляет присутствие. Фактически, главная претензия состоит в том, что он бытие понимает как... как экзистенцию, как некое переживание. Тогда как до сих пор, как бы, до него бытие понималось как мысль. Вот это в этом состоит, собственно, существенное различие, на котором основано все. Ну, а почему бытие становится переживанием, то я уже объяснял. Потому что Бог умер, и поэтому Абсолют был... поэтому функцию Абсолюта взял на себя присутствие. Присутствие стало задаваться даже таким вопросом, почему есть нечто, а не ничто, хотя этот вопрос, как я показывал, является вопросом с позиции Бога. Только Бог может стать этот вопрос, только почему. Потому что вопрос с позиции Бога, это означает, почему Бог вообще мир сотворил, а почему он не остался при своем совершенстве. Он остался при своем совершенстве, где-то там и все. Этот вопрос, как бы, теперь с тайпи, с самим присутствием, это означает, что... Ну, в частности, означает, есть еще и другие намеки, почему так. Потому что потустороннее перестало быть, собственно, как бы Абсолютом, а стало ничто. Ну и многие другие вещи, да. Почему бытие стало переживанием, это тоже... Тут есть совокупность признаков, по которым можно это сделать, это понять. При присутствии стало Абсолютом, оно и экзистирует, и бытие стало экзистенцией. Бытие стало нечто, что переживается. Причем бытие сущих тоже ведь стало чем-то, что переживается. Потому что переживание – это некое одно. Фактически, когда мы экзистируем, собственно, мы свою экзистенцию в том числе и придаем бытие и сущим. Поэтому ответственность за все сущие. Все сущие теперь скривилось, исходя из некой сферы субъективности. Поскольку если мы являемся Абсолютом, мы определяем, что есть мир. Интересно, любопытно еще по поводу бытия. В некоторых своих произведениях Хайдегер оговорился, у него получается так, что бытие – это нечто живое. Я даже как бы... Ну, это вообще, можно понять только исключительно из того, что есть не бытие, и экзистенция – это просто одно и то же. Бытие сущих и бытие присутствия, то есть экзистенция – это одно и то же. И понимается все это как переживание. На самом деле, так понятая философия есть фактически завершением классической философии. Никакой здесь не классической философии нет. Тут не классическим является только вот этот переход к языку. Вот этот поворот к языку является, собственно, не классическим. Потому что и то, если не исходить из Канта, то этот переход можно наблюдать уже у Канта. То есть у Канта ведь мир является миром вещей. Вот так у Гегеля, Гегель как бы порывает с Кантом и переходит к пониманию мира, как бы вот некого чувственного потока. У него мир есть чувственный поток, как бы, и этот мир структурирует мышление. То есть как некое всеобщество структурирует его полностью, сначала до конца. Правильное понимание мира – это как мир вещей. Если мы понимаем мир как мир вещей, то мы сразу начнемся к языку. И, собственно, у нас получается философия – это примерно уровень Канта. Только у Канта там субъективность, у него, опять же, субъективность особенным образом поднялась. Ну, это как бы отдельный разговор про Канту. Я даже сейчас не буду начинать этот разговор. Мы разговариваем о Гегеле и Хайгеле. Что получается? Получается, что Хайгегер является как бы постклассический философ. Но на самом деле у философии есть логическое продолжение движения в череде Гегель, у которого был абсолют. Какая у нас получается линия? У нас получается линия Гегель. У него еще абсолют есть. Дальше идет Ницше. Абсолютно нет. Ну, Бог умер, да? Известное высказание. Ну, если абсолют нет, это не значит, что потустороннего нет. Потустороннее, конечно, есть. Его просто занимает ничто. Ну, и как бы, получается, Хайгегер. Который, которым абсолютом становится присутствием. Конечно, когда я говорю, что абсолют становится присутствием, не надо понимать это тем способом, что присутствие творит мир сущий. Конечно, так Хайгегер не понимает. Просто присутствие определяет все. Оно все определяет ваше важное. То есть из присутствия исходит полностью судьба мира. Мир, как бы, полностью оперся на присутствие. От того, какое присутствие, от того, как Дазан себя понимает, от этого зависит судьба мира. То есть все зависит от присутствия. Ну, и в этом движении, как бы, тут бытие. Ну, бытие это первый термин, как определяется абсолютно. Абсолют определяется, прежде всего, как бытие. Тут бытие мысль. Тут бытие. Тут бытие у нас уже. Что у нас бытие? Если Бог умер. Бытие должно было бы быть ничто. Но оно у него хаос жизни, на самом деле. Или воля. Жизни, воля. Бытие у него воля. Воля. А у Хадигера бытие становится ничто. Он как бы, Хадигер преодолевает. Вот бытие понятное и как мысль, и как воля. Ну, и превращает его просто в ничто. Причем это ничто. Не надо понимать в том смысле, что просто бытие есть ничто. У него это ничто точно такое же. переживание, как и бытие. То есть, мир вообще превращается, можно сказать, в переживание. Если правильно было бы писать. То есть, бытие равно ничто, равно переживание. И вообще говоря, все становится, выстраивается именно из того, что все становится просто абсолютно субъективным. То есть, если здесь мы говорили, Гегель называл свою философию абсолютный идеализм, потому что он исходил из того, что выстраивал свою философию исходя из абсолюта. То ничто может был назвать как бы волюнтаристский идеализм. А Гегель – это вот есть субъективный идеализм нового вида. Недаром Гегель очень любит Канта. На самом деле, у них точки соприкосновения в смысле последней истины. В смысле построения. Построения у них разные. Потому что Кант постоянно апеллирует к знаниям, он постоянно апеллирует к объективности. Он просто эту объективность видит по-другому. Он обратил внимание на то, что существенным является вообще говоря сфера субъективности. Они нельзя забывать. И поэтому выстраивает как бы объективность исходя из субъективности. Но тем не менее, Гегель возвращается к субъективности. Опять же, объективность выстраивается из сферы субъективности. Но там самое интересное, что объективности как такового нет. Никакого в себе-то здесь уже нет. Все как бы заключено. Субъективность полностью свернулась в некий ракур. никакого в себе, никакого потустороннего там, ведь в конце концов, у Канта есть вещи в себе, у него есть Бог, ну как бы он не доказуем, но он есть, у Хадиггера ничего нет, у Хадиггера получается вот есть только вот раковина сфера присутствует, и самое интересное, что я вообще не очень понимаю, тут ведь вот эта позиция, она стремится к солипсизму, но не схлопывается в солипсизм, вот чего-то я еще не допонимаю, тут видимо есть еще нечто, она как бы почти солипсизм, но еще не солипсизм, вот видимо есть еще какая-то вещь, какая-то характеристика, которую я не допонимаю, но вот движение такое. Спасибо. Спасибо.